Почти 117 тысяч иностранных граждан были зарегистрированы на территории Люберец и соседних городов в этом году. Об этом рассказали в МВД Люберец на прошедшей пресс-конференции руководители отдела по вопросам миграции. Также полицейские ответили на вопросы журналистов. Усуществляем контроль надзорную деятельность за соблюдением законности режима пребывания иностранных граждан. Выдаем паспорта Российской Федерации, приглашение иностранным граждан. Спектр работы отдела по вопросам миграции межмуниципального управления Люберецкая широкий. Так, в 2017-м ведомствам поставлено на учет почти 117 тысяч иностранных граждан. Порядка 12 тысяч фактически работают на территории Люберецкого округа. Такая внушительная цифра связана с тем, что муниципалитет непосредственно граничит с рынком садовод. Эти граждане все живут у нас на территории города Котельники. Там поселок Малаховки, Красково, Томилино. Везде, где можно как можно дешевле снять жилье. Если снимают квартиру, то пытаются жить там в этой квартире по 10-15 человек. Кстати, вопрос жилья – один из наиболее острых в теме миграции. Наиболее распространенное преступление – фиктивная регистрация иностранного гражданина. Иными словами, резиновые квартиры. Таких уголовных дел в этом году было 560. Отмечу, сотрудники полиции неустанно борются с ними. По словам сотрудников правопорядка, выявить такое жилье весьма просто. Граждане Российской Федерации, которые ставят иностранных граждан, они обращаются в МФЦ, которых у нас достаточно многие на территории района, порядка 13. МФЦ ставит их на миграционный учет. Но вместе с тем мы сразу видим в базе, что поставлено в квартиру или в жилой дом больше двух, больше пяти, больше десяти человек. Как только такая квартира попадает в поле нашего зрения, либо в поле зрения участковых и полномочных полиции, соответственно, мы выезжаем на этот адрес. Также сотрудники полиции продолжают борьбу с организацией нелегальной миграции, когда незаконно прибывающие в нашей стране граждане живут без регистрации. Кроме того, в 2017-м почти 500 мигрантов нарушили установленный порядок пребывания, что повлекло выдворение из страны. Трудились без патента в этом году более 1200 иностранцев. За эти действия пришлось поплатиться и работодателям. За 11 месяцев сумма штрафов составила 58 миллионов рублей. По всем этим направлениям деятельности мы осуществляем ежедневную работу. Этим занимается отдел по вопросам миграции, этим занимаются участковые и полномочные. И ежедневно мы работаем с заявителями, с гражданами. Встречу с журналистами городского округа приурочили к Международному дню мигрантов. Дата этого события имеет символическое значение. Именно в этот день, 18 декабря 1990 года, Генеральная ассамблея ООН утвердила Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Анна Троян, Сергей Гвоздев, Селиканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.